На самом деле я с детства мечтала работать в кадре, быть телеведущей. Мне это очень было интересно. Я писала стишки, писала маленькие рассказы. В школе я была редактором газеты, нашей стенгазеты. Потом в академии тоже была выпускающим редактором нашей академической газеты. Ну и вот как-то мне это было близко. Я работала, первый мой опыт официальный именно, когда я получала деньги за то, что я делаю. А, нет, первый раз я получила деньги, это был гонорар за стихотворение в детской газете, она называлась «Калейдоскоп» в Амурской области. Мне прислали 6 рублей 20 копеек. Это был, по-моему, 5 класс, не помню какой год, там 99-й, по-моему, или 8-й. Я эти деньги потратила на мороженое, было круто. В дальнейшем я продолжала писать. Конечно, не за деньги, это было как дополнительный такой совсем-совсем небольшой стимул, но в основном мне это нравилось. Мне нравилось, что моя фамилия, что я вижу свое творение, результат своей деятельности. Потом уже, будучи во взрослом возрасте, первый такой официальный мой опыт с записью трудовой книжки – это портал LifeNews газета «Жизнь». И у меня был очень крутой дебют. Как раз была, по-моему, Олимпиада или чемпионат мира, я уже не помню. И наш лыжник Панжинский… Господи, сейчас, ждите. Сейчас, как его зовут, Господи, как зовут? Короче, ладно. Наш лыжник Панжинский, он занял второе место, и он был из Хабаровска. И я приехала к их родителям, к его родителям, в момент застала вообще просто, не помню, каким образом я вычислила, где они живут, я нашла их номер телефона. Я приехала к ним с маленькой какой-то мыльницей и сняла на видео момент, когда их сын позвонил первый раз по видеосвязи, ну, вот именно родителям, и рассказывал о том, что он получил медаль, там, вот, ребята, там, папа, мама, смотрите, я выиграл, у меня серебро, все круто, все здорово. Вот, и этот материал вышел потом на портале, он был в топе, это было очень круто, и его сделала я, я была очень горда этим. Мы решили приехать всей семьей вместе с родителями из Хабаровска, планировали года два, наверное, переезд, потому что здесь, конечно же, климат, как и все сюда едут, все сибиряки, все дальневосточники, из суровой зимы, дальневосточной, 40-градусной, минус, приехали сюда. Но здесь, конечно, здорово. Сейчас я работаю, у меня работа связана с фэшн-индустрией. Я надеюсь, что у меня получится совмещать и ту работу, да, и хобби, которым я хотела бы заниматься всегда. Я думаю, что я бы рассказывала об интересных местах, где можно сходить, что можно сделать, и, возможно, на примерах с каким-то любым человеком, там, мы бы его преобразовывали каким-то образом. Возможно, это было бы интересно запустить в Краснодаре. Нет, почему нет? Смотрела выпуск, смотрела его раза четыре, наверное, два раза по телеку мы смотрели с родителями, конечно же. Ну, да, там есть девочки, которые сильные были. Посмотрела свое выступление, своим выступлением, ну, как выступлением, своим что? Своей вот этой двухминутной славой. В принципе, я была довольна. Я ожидала худшего. Я думала, мне будет стыдно. Думаю, боже, как я буду просить ребят проголосовать про меня, как я вообще смотрелась. А все вышло так гладко, я даже не ожидала.